Сейчас не такие времена. Раньше в СССР жили хорошо. А помните, как это было? Олигархов и богачей не было. Все были равны и все трудились одинаково не то, что сейчас. Правда, непонятно, почему, если все было так хорошо, люди пытались сбежать на загнивающий Запад. А власти максимально не пускали людей за границу. Кем бы вы ни являлись, обожателями СССР или его противниками, представьте себе ситуацию, когда люди пытаются сбежать из Америки, Канады, Австралии или Германии. Не получается? Да, даже представить себе такое невозможно, если, конечно, речь не идет о преступниках. Но, с одной стороны, действительно, в СССР жили хорошо. Практически не было коррупции, сильная армия, правоохранительные органы, порядок на работе, мощная промышленность, занятость населения и достойная оплата труда. Правда, не следует забывать, что были и негативные явления, которые сильно усложняли жизнь простого народа. Цензура, запрет на нормальные демократические выборы, сложности с выездом за границу. Советские граждане жили за так называемым «железным занавесом». Поэтому не странно, что некоторые из них, как только появлялась удачная возможность, бежали из Советского Союза навсегда. Именно о таких людях мы сегодня и поговорим. Поехали! А начнем мы с Лили Гасинской. Вечер 14 января 1979 года. На причал Сиднейской бухты в районе Пирмонта вылезает девушка в красном бикини и бросается к двум прохожим с собакой. Вид у незнакомки так себе. Она хромает, у нее растяжение лодыжки. Все тело в ссадинах и синяках. Полчаса незнакомка пыталась взобраться на жесткий причал. Помогите, мне нужна помощь. Я сбежала с советского корабля. За мной гонятся. Мне надо в полицию. Умоляла на ломаном английском купальщица. Красавицу сажают в машину и везут в участок. Новость о русской беглянке тут же просачивается в газеты. И на утро Daily Mirror выходит с обложкой. Красотка бежит с красного элайнера. Внутри интервью с Лилианой Гасинской, которая тут же стала мегавирусным. Ох, представьте, если бы в те времена был Ютуб. Лилиана Гасинская родилась в Одессе в семье актрисы и музыканта. Родители были уверены, что наследница тоже станет артисткой. Но в 15 лет Лилия неожиданно поступила в Одесское мореходное училище. Потом прошла стажировку в Великобритании. У девушки была цель попасть на судно, следующее в Австралию. И накануне 19-летия она была зачислена в штат официанткой на теплоход Леонид Собинов. Ей повезло, что в ночь побега весь экипаж был занят обслуживанием вечеринки на борту судна. Девушка гребла до берега 40 минут. Она знала, что в бухте водятся белые акулы-людоеды. Но, походу, жизнь в СССР для нее была страшней. Погони не было, но уже утром советский дипкорпус заявил властям Австралии, что требует вернуть гражданку СССР на корабль. Сама гражданка в это время пряталась в доме фотографа Дели Мира. Редакция приняла решение ни за что не отдавать русскую сенсацию. Но и девушка времени не теряла. Уже через три недели после того, как она стала мировой звездой, а Гасинской написали многие крупные издания, всплыло, что она закрутила роман с фотографом газеты. Ради девушки в красном бикини фотограф бросил жену и детей. Вряд ли этот факт стал решающим при принятии решения о политическом убежище для Гасинской. Скорее сыграла роль готовая пропагандистская картинка. Русские готовы удирать от ужасов коммунизма чуть ли не голыми. С Австралией и побегом из СССР связано еще одно знаменитое имя, а именно разведчика Владимира Петрова. 3 апреля 1954 года полковник МВД Владимир Петров, занимавшийся разведывательной деятельностью в Австралии, прикрываясь должностью третьего секретаря советского посольства, неожиданно попросил политического убежища у властей в Канберре. В обмен на 5000 австралийских фунтов и пожизненную пенсию офицер согласился передать австралийской контрразведке все известные ему секретные сведения о сетях агентов СССР в Австралии и западных странах, а также огромный пакет документов в посольство. Благодаря полученной от Петрова информации были раскрыты более 600 работающих на Советский Союз агентов по всему миру, в том числе знаменитый Ким Филби, один из руководителей британской разведки и участник кембриджской пятерки. Побег полковника спровоцировал широкомасштабный скандал и резко охладил советско-австралийские отношения. СССР был вынужден закрыть посольство в Канберре и выслать из Москвы большую группу австралийских дипломатов. Имя Петрова стало нарицательным и, можно сказать, ругательным для будущих советских перебежчиков и невозвращенцев. На самом деле, эта неприметная из-за своей распространенности фамилия являлась лишь псевдонимом сотрудника ГПУ НКВД МВД, вписанным в загранпаспорт перед первой длительной командировкой в капиталистическую страну. Настоящая фамилия осталась неизвестной. Петров перешел на строну Австралии один, не поставив в известность свою жену. Евдокия в это время находилась в другом конце города и очень удивилась, когда сотрудники КГБ, замаскированные под дипкурьеров, ворвались к ней для депортации в Советский Союз. На осельственную доставку Петровой к трапу самолета запечатлели фотографы. На снимках виден страх в глазах жертвы, потерявшей на КПП свою туфлю. Грубые методы, предпринятые чекистами против женщины, возбутили австралийскую общественность. Прямо в аэропорту начались стихийные митинги. По распоряжению премьер-министра Роберта Мензиса, полицейские поднялись на борт авиалайнера, совершившего посадку в Дарвине для дозаправки, и разоружили сотрудников КГБ под предлогом незаконного проноса оружия на борт. Петрова оказалась в Австралии, однако предательство мужа, изначально не захотевшего брать ее с собой, разладило их отношения. В 1984 году советский режиссер Андрей Тарковский решил не возвращаться в СССР после съемок в Италии. На Западе Андрея Тарковского называли гением и первопроходцем, а в СССР ему не давали снимать, подвергали травли и отправляли его фильмы на полку. Он годами оставался без работы и без денег, за 20 лет карьеры сняв только 5 фильмов. Гонения начались после первой же его картины «Иваново детство». Хотя за нее режиссер получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, в СССР его винили в пацифизме. Ему не запрещали снимать и даже выделяли деньги на съемки, но разрешение приходилось ждать годами, а бюджет приходилось урезать. Все хоть сколько-нибудь ценные вещи в доме периодически приходилось сдавать в ломбард. В 1972 году его Солерис принес хорошие кассовые сборы, но по признанию режиссера денег, полученных им за этот фильм, не хватило даже на то, чтобы раздать долги. В 1984 году Тарковский объявил о вынужденной эмиграции из СССР. При этом он не считает себя диссидентом и борцом с режимом. Как говорила его жена Лариса, мы были изгнанниками, а не эмигрантами. Случалось так, что эмигрировать из Советского Союза приходилось детям главных партийных лидеров страны. Речь идет о дочери Сталина, Светлане Аллилуевой. Когда Светлане было 6 лет, ее мать Надежда Аллилуева совершила самоубийство. Позже, в возрасте 10 лет, ей скажут, что мать умерла от аппендицита. И лишь в зрелом возрасте она узнает истинную причину смерти матери из зарубежных газет. Рано оставшись без матери, она не могла рассчитывать на большое внимание отца, занятого государственными делами. Хотя Сталин очень любил свою дочь Светлану, но управление страной было важнее. Уже во времена хрущевской оттепели у нее был гражданский брак с индийцем Браджишем Сингхом. Когда Сингх умер, Светлана, которую ни под каким предлогом не выпускали из СССР, отпросилась в Индию развеять прах мужа. 20 декабря 1966 года она приехала в Индию. Разрешение на выезд из СССР ей дал Косыгин, который ранее запретил ей официально бракосочетаться с индийцем. Там она жила в родовой деревне Сингха, а через три месяца решила отправиться в посольство США с просьбой перебраться на запад. 6 марта 1967 года она попросила советского посла Бенедиктова позволить ей остаться в Индии. Но он наставил на том, чтобы она вернулась в Москву 8 марта. Он же заявил, что ей больше не разрешат выехать из СССР. В тот же день она явилась в посольство США в Дели с паспортом и багажом и попросила политического убежища. Она говорила, что ее бегство было основано не на политических, а на человеческих мотивах. Почти сразу после переезда на запад она публиковала книгу «20 писем к другу». Там Аллилуева вспомнила о своем отце и кремлевской жизни. Публикация вызвала мировую сенсацию. По некоторым данным, книга перенесла ей порядка 2,5 миллиона долларов. Как она говорила на одной из пресс-конференций, «Спасибо ЦРУ, они меня вывезли, не бросили и напечатали мои 20 писем к другу». Были среди граждан СССР и такие, которые совершались и вовсе на отчаянные шаги. Побег на военном истребителе. Как вам такое? Совершил его Виктор Беленко. В начале осени 1976 года разразился международный скандал. Советский летчик Виктор Беленко, служивший на Дальнем Востоке, на новейшем истребителе МиГ-25, совершил побег в Японию, а затем попросил политическое убежище в США. В СССР у него осталась жена и 4-летний ребенок, которых он больше никогда не видел. За границей его назвали диссидентом, а на родине и поныне считают предателем, дезертиром и шпионом. В начале сентября 1976 года на Дальний Восток прибыл маршал Савицкий с проверкой боеготовности сил противовоздушной обороны. В этот день летчикам предстояли тренировочные полеты, и они знали, что их нужно выполнить безукоризненно. Во время учебной тренировки самолет Беленко исчез с радаров. Он неожиданно набрал высоту, а затем начал пикировать в море. Было похоже на то, что какая-то техническая неисправность привела к падению самолета и гибели летчика. В воздух тут же поднялись дежурные самолеты и вертолеты. Позже выяснилось, что летчик обманул радары. Он пошел на снижение, имитируя падение, а затем скрылся с радаров. Когда самолет появился на территории Японии, на острове Хоккайдо, самолеты японских ПВО были подняты по тревоге. Едва им удалось отследить неизвестный объект, как он тут же исчез. Как оказалось, он резко пошел на снижение и совершил посадку на ближайшем гражданском аэродроме. Летчик вышел из самолета и запросил политическое убежище, причем даже не у Японии, а у США. В 1976 году в новостях объявили, что советский самолет совершил вынужденную посадку на аэродроме Японии. Привезли мать и жену Беленко в Москву, где они на пресс-конференции отрицали версию о том, что летчик мог попросить убежище за рубежом и умоляли о его незамедлительном возвращении на родину. После побега Беленко все военные самолеты начали заправлять в расчете на выполнение только одного задания, чтобы горючего не хватило для того, чтобы улететь за границу. О дальнейшей судьбе пилота известно немного. Согласно одним источникам, он до сих пор живет в США. В других утверждается, что Виктор Беленко развелся с женой, стал злоупотреблять алкоголем, последние годы провел в одиночестве и скончался в 2006 году. То ли в автокатастрофе, то ли от инфаркта. Был ли он завербованным шпионом или просто дезертиром до сих пор остается загадкой. Советские фигуристы Людмила Белоусовой и Олег Протопопов поздно пришли в фигурное катание. Однако смогли не только стать двухкратными олимпийскими чемпионами, но и вывести парное катание на совершенно новый уровень. При этом в 1979 году фигуристов вычеркнули из всех справочников в Советском Союзе за предательство Родины. Период с 1965 по 1968 годы стал наилучшим для советского дуэта, который блестяще передавал образ влюбленных, а также достиг невероятной синхронности, плавности линий и красоты прокатов, потянув за собой мировое парное катание. На играх 1968 года во французском Гренобле Белоусовой и Протопопов были безоговорочными фаворитами и не оставили никому даже намека на шансы, выиграв второе олимпийское золото в карьере. После окончания спортивной части жизни спортсмены остались на коньках, продолжив работать в ленинградском балете на льду. И в 1979 году во время гастролей в Швейцарии попросили политического убежища. К тому моменту у них накопилось немало обид на государство. Помимо незаслуженного, по их мнению, непопадания в сборную, чемпионам также не нравилось, что они должны были отдавать госконцерту 9947 долларов из 10 тысяч гонорара за выступление на шоу в США. И при этом их имена даже не выделяли крупным шрифтом на анонсах мероприятий. В конце концов фигуристы решили, что в Европе их талант будет цениться гораздо больше. Из-за этого побега Белоусова и Протопопова лишили всех званий и титулов на родине и даже вычеркнули исправочников по фигурному катанию, перестав упоминать их как двукратных олимпийских чемпионов. Впервые после эмиграции они побывали в России только в 2003 году по приглашению Вячеслава Фетисова. В 2017 году Белоусова скончалась в Грин-де-Вальде, где они и жили с мужем и партнером все годы после бегства из Союза. Хочу отметить, что сбежавших из СССР на самом деле было очень много. Если вы хотите, чтобы я снял еще одно видео про сбежавших людей, ставь лайк и нажимай подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. А пока очень советую тебе посмотреть вот этот ролик про засекреченные города СССР. Из них уж точно никто не сбежал.